здорово народ в этом видео рассмотрим топ-5 лучших средних танков 10 уровня на пятой строчке у нас stb1 и сразу с первого же танка мы понимаем насколько рейтинг будет жесткий поскольку stb1 это уже планка которую преодолеть очень сложно рассмотрим броню этого танка и мы видим что башня в принципе имеет броню неплохую особенно в маске куда stb1 можно пробить стреляем в башню небольшие каемки под маской пробиваются по краям под щеками над орудием можно пробить там 250 миллиметров есть зона выше орудия на краю маски можно пробить в лючок очень легко пробивается если он нам его показывает башня конечно держит удар но назвать ее прям супер крепкой языки не поворачиваются дырки в ней есть но не сказал бы что прям уж сильно легко stb пробивается и когда на stb играешь и когда против него играешь кажется что это такая приемлемая броня и приемлемая сложность в плане выцеливания более-менее мне кажется даже сбалансировано что касаемо корпуса если мы играем через рельеф используя свои максимальную увн и то корпус на vld будет отбивать наверно какие-нибудь подкалиберы за счет рикошета и угла наклона но кумулятивы особенно лдовые он не будет танковать и лючок мехода будет пробиваться всем подряд на vld с правой стороны там всегда будет дырка потому что там этот лючок мехода борта тонкие крышка корпуса тонкая принципе больше брони особо нигде нет какие еще фишки есть у этого танка гидропневмо подвеска и невероятное орудие увн и минус 8 градусов но когда мы едем не быстро мы можем пользоваться подвеской она работает автоматически мне не нравится как в этой игре работают подвески поскольку они медленные рваные это неприятно так или иначе они работают и орудия можно опустить далеко за 10 градусов благодаря этому мы сможем успешно стрелять через холмики рельефики и пользоваться своим орудием пробитие бэбэшка не сильно много 258 но кумулятивом 330 в самый раз дпм 3042 без оборудования на сто процентов экипажа без перков это невероятное скорострельное орудие можно разогнать до невиданных цифр за счет этих у венов крепкой башни и дпм а наш стб-1 и занимает пятую строчку по поводу оборудования досылатель стабилизатор вентиляция это наверное будет стандартный набор для большинства некоторые могут заменить вентиляцию на турбину поскольку максималка всего лишь 50 и это не каждого удивит из минуса точность 037 не самая лучшая точность но стабилизация сведения будь здоров этот танк стоит попробовать и на десятом уровне он очень хорош в плане набивания урона как он своим дпм и кумулями разминает тяжей это прямо кайф единственное что лично мне не нравится это дурацкая подвеска неприятно она работает но так ее реализовали наверное если бы она работала очень быстро было бы неприятно стрелять в этот танк если бы он там как сарделька туда-сюда ворочался но и настолько медленно как сейчас работают подвески тоже неприятно на них играть можно конечно заранее опускать корпус куда нам надо зажимать правую кнопку мыши и выезжать с поднятой жопой но это тоже те еще развлечения танк годный рекомендую его попробовать переходим к четвертой строчки я напомню что здесь только прокачиваемые танки доступные всем поэтому следующие 110 это удис 15-16 честно говоря не ожидал здесь увидеть этот танк что он аж на четвертой строчке по статистике я не выбирал эти танки но в принципе я согласен с этим топом здесь каждый танк достоин своего места если посмотреть на удис 15-16 вот смотрим на его броню она есть в лд под хорошим наклоном башня тоже обладает невероятной приведенной броней даже лючки небольшие они хоть и есть но они прикрыты еще и триплексами в плане брони этот танк хорош но это танк снова обладатель этой hydra пневмо подвески из-за чего управлять им не так уж легко пока она там куда-то поднимется опустится также заднее расположение башни танчик может загореться в лоб и часто люди играя на нем подставляют лоб корпуса который не танкует особо ничего а играть от башни на нем не так уж и легко нужно еще найти себе место удобное опустить там поднять корпус жопу в общем и целом это то еще занятие но совокупно броня есть есть она хорошая хорошие уэны хороший дпм большущая альфа еще и маскировка есть ездит он тоже неплохо максимальная скорость снова же 50 также как и устб максимальная скорость не супер большая но совокупность параметров показывает что большинство игроков набивают на нем хорошие циферки поэтому по статистике он на четвертом месте но я честно скажу это наверное один из самых сложных танков в этом топ-5 в любом случае можно опробовать свои силы потяните в этот танк или нет заднее расположение башни плюс подвеска плюс не самое высокое пробитие 254 б башкой 310 голдой 035 точность 2 и 2 сведения но стабилизация не очень а вот дпм 2 800 и альфа 440 это невероятно совокупно всех параметров позволяет этому танку занимать такую высокую строчку в нашем рейтинге конечно есть танки которые нравятся мне немножко больше какой-нибудь е50 м твп эти танки конечно прикольные но по статистике на четвертом месте у нас удис а те танки которые сейчас перечислил вообще не попали в топ-5 но они находятся прям на порой и топ-5 по поводу оборудования на этот танк здесь все по классике досылатель стабилизатор вентиляция поскольку орудие не самое снайперское по стабилизации то исполнять всякие турбины не особо будет приятно в плане стрельбы переходим к третьему месту и на третьем месте наверное танк который для ц аудитории будет самым интересным простым приятным и тем кто играет активно и тем кто любит по ким перить это леопард один броню мы на этом танке смотреть не будем потому что ее нет я даже заходил в колледж модель смотрел там как танк не выверни все равно мест которые могут рикошетнуть хотя бы их почти нет да там если там в самый краюшечек башенки где-то попасть может быть он чуть-чуть рикошет нет но это невероятно как надо постараться это прям реально невезение если леопарда не пробил чем у нас славится леопард конечно же скоростью и орудием и отсутствием брони орудие у нас опускается хорошо пробить и основным снарядом 278 скорость полета невероятная сведение 1 и 7 точность 029 еще и дпм 2709 так и альфа 420 не самое маленькое и голдой 323 пробития орудия во всех цифрах просто невероятное еще невероятно что есть нарезки на ютубе как это танк по кд стрелять в землю но это уже игра такая что касаемо скорости максимальная скорость вперед 70 а удельная мощность 20 это просто невероятно при этом этому танку не надо в какие-то режимы входить выходить он всегда такой просто всегда еще и обзор у нас повышенный такой 410 это танчик невероятно клёвый в плане стрельбы маневренности на нем можно и активно где-то поездить что-то поиграть там на скеле можно и постоять по кемперить за счет скорости менять позиции и стрелять дальше с такой скоростью всегда успеешь везде во все ситуации в бою что касаемо оборудования здесь все стандартно досылатель стабилизатор вентиляция это наверное самое ходовое оборудование на все средние танки на некоторых конечно можно что-то там изобразить и поэкспериментировать но на леопарде в принципе нечего тут экспериментировать танк невероятно клёвый я думаю что это наверное один из самых приятнейших танков будет для всех я думаю что обязательно все должны попробовать именно леопарда 1 на 10 уровне если конечно вы вообще планируете играть на ст 10 если удис 15 16 это конечно же сложный такой танк и к нему нужно подходить как сложному снаряду уже подготовленным то леопард 1 он некоторыми своими вещами может понравиться и обычным средним игрокам что-то свое они там на нем наиграть смогут а вот на удисе будет очень сложно он неудобно и неприятные некоторыми вещами задним расположением башни и пневмоподвеской здесь же все удобно абсолютно и вот мы уже добрались до второго места в нашем топ-5 снова танчик непростой снова танчик с какими-то там механиками это cs63 польский средний танк 10 уровня у которого есть обычный режим и турбо режим в турбо режиме это прямо леопард на максималках точно так же как и у леопарда в турбо режиме у нас 70 километров вперед скорость удельная мощность 28 мощность двигателя 1150 можно прям взлетать на орбиту но когда переходим в обычный режим максималка поменьше мощность поменьше ездить мы начинаем как обычная ст но в этом обычном режиме мы можем нормально стрелять а в турбо режиме у нас прицел на весь экран стрелять мы конечно можем но куда мы попадем непонятно у танка альфа хорошая 390 дпм неплохой 2 700 но видели мы в этом топе и получше конечно дпм и также пробитие в принципе обычное 258 основным снарядом 315 голдой 036 точность 2 и 3 сведения в принципе параметры во всем средненькие неплохая альфа неплохой дпм нормальная точность нормальное пробитие ничего сверх выдающегося ну и супер плохого тоже ничего тут нет также у нас еще какая-никакая рикошетная броня имеется но не сказал бы что этот танк прям супер танкует но если вы стреляете какими-то подкалиберами они будут часто рикошетить об этот танк но случаться это будет не часто при должном скеле это танк можно реализовать и набивать высокий результат но опять же целевая аудитория наверное будет тяжело и одолеть этот танк его механики и какой-нибудь леопард наверное будет попроще но вот статисты на нем вытворяют нереальные вещи поэтому он и забрался так высоко аж на вторую строчку что касаемо оборудование здесь конечно кто на что гораст самая стандартная конечно досылатель стабилизатор вентиляция но у многих задротов вы можете увидеть сборки досылатель закалка турбина или досылатель стабилизатор турбина более сильные игроки могут совладать с кривизной орудие просто сведением и забить на стабилизацию вообще поэтому позволяют себе и такие сборки как досылатель турбина закалка здесь уже смотрите сами насколько вам будет противна стрельба при какой сборке ну а метовая сборка досылатель закалка турбина все чаще и чаще встречается на всех танках такое ощущение что скоро мы придем к этой сборке на всех танках абсолютно вот мы и подобрались к первому месту самый сильный средний танк десятого уровня центурион экшен x очень давно мне нравится именно этот средний танк даже до того как его апнули меня в нем устраивало все прикольная скорость увн и стабилизация пробитие точность сведения меня все устраивало реально прикольно даже какая-никакая броня в башне было да конечно щеки башни пробиваются прямо как будто бы там две дыры да и лючок на башне тоже есть если стреляют голдой то лучше вообще не пробовать башню что-то там подставляет танковать поскольку она алду вообще не любит танковать от слова совсем но вот комфорт игры на нем прям классный да большой дырявый корпус без брони конечно смущает иногда но он в целом комфортный и это скорее какой-то леопард с кусочком брони но который более дпмный у нас альфа 390 и дпм 2925 при такой альфе у нас еще и практически три косаря дпм до 4000 дпм разогнать очень легко так у нас еще и сведения 2 и 1 и точность 032 неплохая стабилизацию в на 10 градусов все как надо так у нас еще и пробитие 268 основным снарядом что как бы немало и 330 кумулятивом что прям класс натяжей разваливает при должном скеле это танк очень жесткий при этом при всем максималка здесь не какие-то там 50 а 55 прокачивая полевую модернизацию можно еще немножко подкинуть и будет чуть больше что касаемо оборудования досылатель стабилизатор вентиляции это конечно же круто но как обычно можно пойти дальше и поставить сюда и турбину если вы вообще псих можно и закалку куда-то воткнуть стандартной сборки будет достаточно там дальше уже смотрите сами ему апнули стабилизацию так что можно принципе играть и без стабилизатора я пробовал играть без стабилизатора ставил вместо него турбину было нормально стабилизация так была приличная и еще и сильно апнули так что снимая стабилизатор вы просто превращаете танк в стабилизацию до а по но при этом еще и можете что-то вместо этого поставить это реально клёво вот такой получился у нас топ 5 каждый из этих танков нереально крутой есть еще пару танков которые можно упомянуть как неплохие это твп е50 м и пантон но до топ 5 они не дотягивают поэтому они в него и не попали уже по некой традиции в конце рассмотрим полевую модернизацию у нас в этом топе всего два вида средних танков универсальные и снайперские да и к тому же в них на половину полевая модернизация одинаковая в начале повышаем жизнеспособность уменьшаем дебафы открыт of потом улучшаем точность далее улучшаем маскировку дальше у нас у снайперских средних танков идет выбор либо скорострельность либо точность здесь уже выбирайте сами если вы не попадаете в танки улучшайте точность если все у вас нормально то улучшать скорострельность здесь уже на вкус и цвет все лопаты разные с какой точностью вы будете на своем аккаунте рыть землю знаете только вы ну и в конце у нас либо улучшение мощности двигателя либо улучшаем сведение конечно же мы улучшаем сведение поскольку на c63 на леопарде 1 а именно они являются снайперскими танками вы на орбиту не взлетите и вам улучшать мощность двигателя непонятно зачем а вот улучшать сведение есть зачем поскольку с таким сведением быстро можно вместо стабилизатора попробовать что-то другое поставить по типу закалки там или турбины чтобы скорость была максимально больше или что вам там еще нужно а вот мощность двигателя вам особо не сильно что-то даст тем более на c63 если вы куда-то спешите вы включите turbo режим и полетите что там мощность чуть больше что чуть меньше вы все равно будете лететь 70 что касаемо у нас средних танков универсальных здесь принципе тоже самое повышаем жизнеспособность модулей улучшаем точность потом улучшаем маскировку дальше мы можем либо улучшить максимальную скорость либо улучшить максимальный обзор здесь можно либо ничего не брать либо улучшить максимальную скорость если нам ее не хватает здесь смотрите сами в основном здесь танки у которых максималка полтинник единственно что у центуриона 55 и пару лишних километров хотелось бы иметь но если вам этого достаточно и в этом не особо по карте гоняете то ухудшать обзор тоже не хотелось бы ну и в конце усиленные опорные катки для того чтобы нам хуже сбивали гусеницы поскольку мы не тяжелый танк и скорость починки гусеницы такое себе в основном тут все танки в корпусе бумажные если нам где-то сбивают гусеницу то без ремки это конец мы не доживем поэтому имейте ввиду что лучше чтобы нам вообще ее не сбивали вот такая полевая модернизация про каждый танк отдельно рассказывать полевую модернизацию не вижу смысла поскольку она даже у разных подклассов одинаковые почти наполовину даже больше вот такой вот топ-5 средних танков 10 уровня пишите свое мнение в комментариях мне кажется это супер обалденные танки рекомендую попробовать на них поиграть если вам нравится стэшки всем удачи увидимся пока подписывайтесь играть красиво